Состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники ознакомились с планами по изменению границ городского округа, а также заслушали доклад об исполнении бюджета за прошедший 2023 год. Об этих и других вопросах в сюжете. В первую очередь депутаты ознакомились с изменениями границ между муниципальными образованиями Люберцы и Раменская. В состав округа планируют включить деревни Островцы и Михнево, поселки Опытное поле и Всероссийский электрический институт имени Ленина, село Верхнее Мечково и Сельцо. Также начнут строительство новых муниципальных объектов. Количество жителей, проживающих в данных населенных пунктах 17 795 человек. В рамках развития городского округа в текущем году в поселок Кемирный у нас будет построена школа на 900 мест и детский сад на 360 мест. Кроме того, в декабре 2025 года планируется окончание строительства поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание жителей поселка Островцы предусмотрено за счет данной поликлиники. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. После изменения границ жителям не потребуется менять документы. Регистрация останется прежней. Предложение Совет депутатов поддержал единогласно. Также на заседании народные избранники ознакомились с докладом по исполнительной части бюджета городского округа Люберцы за 2023 год. По итогам 2023 года исполнение расходной части бюджета состояло 16 миллиардов 600 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ это 16 миллиардов 500 миллионов рублей. На непрограммные расходы 100 миллионов рублей. В течение 2023 года администрация муниципального образования городского округа Люберцы долговые обязательства в виде кредитов не привлекались, цены, бумаги не выпускались. На заседании присутствовали 28 депутатов. Всего на рассмотрении было 10 вопросов. Среди них внесение изменений в положение о порядке коммерческого использования жилых помещений и установление норм расходов денежных средств, связанных с исполнением депутатских полномочий. Все решения приняты единогласно. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.